Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, однако окончательный статус Нагорного Карабаха до сих пор не решен. Как передает канал 13, об этом заявил пемьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кремле. Он поблагодарил президента России за усилия по достижению стабильности и безопасности в регионе. При этом в переговорах остается много вопросов, требующих решения, добавил Пашинян. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остается еще очень много вопросов, один из которых – статус Нагорного Карабаха. Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства. Минской группы ОБСЕ приводит слова главы правительства Армении «Спутник Армения». Пашинян также отметил, что на встрече не удалось решить вопрос военнопленных. Работа в этом направлении продолжится. «К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению», – сказал он. Стороны договорились, что будут продолжать работу в этом направлении. Однако восьмой пункт заявления, в котором речь идет о пленных, к сожалению, выполняется не в полной мере, – подчеркнул армянский пемьер-министр. Пашинян вырезал надежду, что в кратчайшие сроки сторонам удастся прийти к конкретному решению. Напомним, что ранее президент Азербайджана, выступая на совещании, посвященном итогам 2020 года, отметил, что после войны армяне совершали провокации на освобожденных территориях Азербайджана. «Мы взяли в плен тех, кто занимался диверсией на наших освобожденных территориях. Не уничтожили. Я сказал, возьмите их в плен. Война уже окончилась. Больше не нужно проливать кровь. Это еще раз показывает нашу гуманную сущность. Это силы, которые разместились на нашей территории и не желают покинуть ее. Совершили против нас провокации, военные провокации. В результате погибли наши военнослужащие. Мы же вновь проявили гуманизм. Взяли их в плен. Однако, они не могут считаться военнопленными, так как война закончилась. Они террористы-диверсанты. Они перебрались в Хаджавенский район из Армении, Шракской области Армении, после 26 ноября. Пусть каждый знает это. Для чего перебрались? Кто их послал? Война окончилась 10 числа. Подписано заявление. Кто посылает их туда? Если руководство Армении не в силах контролировать эти незаконные вооруженные формирования, то это их проблема. Поэтому здесь никто не может нас обвинять, сказал Ильхам Алиев.